Жал Феликс. Там видно было даже как от... Что здесь сейчас атака Атлетика, Диего Коста. Удар и... 1-0. Вот так вот быстренько на первой минуте пропускает Реал. Реал во всех матчах этого турнира пропускает Ульфа. И там Диего Коста на первой минуте. Здесь же Диего Коста благодаря Рикошета отправляет мяч в дальний угол. И это первый гол Атлетику Мадрид в рамках этого турнира. Вот так вот. 1-0. Пожалуйста. И это первая результативная передача. И какая? Жал Феликс. Он красиво сыграл. В одну сторону посмотрел, в другую отдал. Из-под Серхио Рамоса забивает Диего Коста. Диего Коста, о котором Семен и сказал, я по-прежнему уверен, что это будет прекрасный его сезон. Он остается. Он будет играть. Никаких сомнений. Ну и вот гол. Да, здесь Рикошет и Куртуа не мог помочь. Помочь нам с разных ракурсов показывать. Но самым интересным, по-моему, здесь был пас, конечно, Жал Феликс. Да, и мне показалось, что Тибу Куртуа здесь уже вступают игроки Атлетика в борьбу. И контратака пошла. И снова Жал Феликс. Он с мячом. И снова делает передачу. Песок и играли как надо. Сауль. Сауль прострел. Момент 2-0. Вот это да. Жал Феликс забивает свой первый мяч за Атлетику Мадрид. Восьмая минута. И привет вам с кисточкой. Он, надо сказать, что он действует пока, будто он знает прекрасно этих партнеров. Гол и результативная передача. У него уже за 8 минут выглядит просто неважно. Просто проходной двор. Проходной двор. Жал Феликс. Гол. И Голевая. Знаете, что он на кого похож? И внешне похож. На КК. Но на КК. Я бы еще сказал, на Оливера Торреса. Был такой замечательный воспитанник. Мы его заселили и увидим в этом сезоне. Очень похож. Но может быть чуть более талантлив. Сауль. Голевая передача. Как здесь мяч прошел, не очень понятно. Но в обороне Реала просто проходной двор. Проходной двор, что из Паварии. Просто Павария забила 1 за тайм. А могла забить 10. Ну, это я условно говорю. Арсенал забил 2. А мог забить еще и больше. И здесь уже к 8-й минуте. 2-0. И пикантность. Даже половина тайма не сыграл. Какая контратака сейчас? Атлетико. Жал Феликс. Прощает. Ну, смотри. Все. И. Ну, одна. Без Жал Феликса прославит. Когда Марата выходила 1 на 1. И сейчас еще одна. С левой, с правой. Как угодно бьет. А кто мячи вот без Казимира у Реала будет отбирать? В принципе, я думаю, что Вальверде, которого нет. Но все равно это не то, чего хотелось бы. Обратите внимание, как радуются, да, забитым мячам. Вроде бы тоже. Посмотрим, вернется ли ее сейчас. А здесь уже снова Жал Феликс. И его сбивают. Забил немало уже. Ну, и вот здесь мы видим, Финт закладывает Жал Феликс. А его подрубает Серхио Рамос. Интересно, что у Мадридского Реала вообще ни у кого нет фамилий на спину. Ну, кстати, когда они играли с Арсеналом, в очень красивой вот этой синей форме. Второй комплект на С-сезон. И он с мячом. Лемар спокойно Жал. Мы все рассуждаем, кого бы Реалу продать поскорее. А здесь травма за травмой. Да, извини, что перебил. Да ладно, ладно. Потому что здесь каждая... А медленнее стали играть. Но взорваться могут любой момент. Жал Феликс, который сейчас на позиции атакующая система. И они все это понимают. Вот сейчас атака. Это Жал Феликс. Останавливает на том, что он будет сейчас издеваться. Издевается просто. Правильно возил Начо Фернандес сейчас просто на месте Лемар. Падение Диего Косты. Можно тоже было, короче, куда-то. Но как Феликс сыграл, а? Не против какого-нибудь юнца, а против Начо Фернандеса вообще. И здесь контратака. Жал Феликс. А вот как он обыгрывает. Это уже, по-моему, атлетик, который в каких-то моментах превосходит. Старается действовать не просто так, чем Хулиган. Бэтбой. Диего Косты мы это прекрасно знаем. Но здесь паски-клубы и его болельщиков мы поздравляем. Действительно, это было ярко, интересно. И жал Феликс сегодня. И сегодня...